Горячий чай, перловая каша и традиционные фронтовые 100 грамм. На площадке возле досугового центра «Октябрь» развернулась сегодня настоящая полевая кухня для ветеранов. А творческие коллективы города подготовили для виновников торжества большую развлекательную программу. Подробности в следующем сюжете. Война войной, обед по расписанию. С этим утверждением не поспорит ни один солдат. Двух котлов в полевой кухне хватит для того, чтобы накормить 600 бойцов. Рецепт простой. Любая каша и тушенка. Вкус солдатской пищи ветерану Великой Отечественной войны Андрею Долингеру знаком не понаслышке. Очевидец событий начала 40-х признается, что и сейчас часто готовят кашу самостоятельно у себя дома. Кашу? Я сам живу, один сверно ворю, три дня ем. Вот у меня дома, что осталось. Я тут ложку съем и все. Рецепта как такового это блюдо не имеет, ведь крупа хорошо сочетается с любыми продуктами. Чаще всего в кашу добавляют жареный лук, морковь и тушенку. Одна из версий ее появления корнями уходит ко временам Александра Суворова, когда в один из дней Альпийского перехода у солдат практически закончились все запасы. Оставалось лишь немного гречки, пшена и гороха. Командующий приказал кинуть все в один котел и приправить остатками сала и тушеного мяса. В результате получилось необычное, но вкусное и весьма питательное блюдо, которое крепко вошло в рацион бойцов. Сегодня защитникам нашей Родины предлагали два варианта фронтового обеда – гречневую и перловую кашу. А на десерт угощали песнями военных лет в исполнении творческих коллективов Хантамансийска. Активное участие в представлении принимали и ветераны. На импровизированный победный вальс героев Великой Отечественной войны приглашали молодые парни и девушки в военной форме советского времени. Под аккомпанемент любимых с детства мелодий виновники торжества снова и снова переживали яркие и незабываемые эмоции от известия о долгожданной победе. Я как раз на рыбалке был, там за рекой, лед еще внесло на реке, а представитель совет приехал к нам, между льдами приехал, как сказал, все заплакали от радости еще. День победы, день победы, день победы. Марина Томова, Виктор Зелинский, телевидение Хантамансийска.